Вот уж действительно скупой платит дважды. Уголовное дело изначально возбудили в отношении уважаемого рязанского предпринимателя, который давно занимается строительством и ремонтом различных объектов. Выяснилось, что некоторые его работники не имели соответствующих документов. Так предприниматель в сентябре месяце нашел пять граждан Республики Узбекистан, при этом заключив с ними срочные трудовые договора, но не оформив необходимые документы, которые составляются в управлении Федеральной миграционной службы о разрешении данных граждан на работу на территории Российской Федерации. Оформление только одного патента, дающий право работать конкретному мигранту, стоит в среднем 30-40 тысяч рублей. Эти затраты предприниматель посчитал излишними и накладными, забыв, что в случае разоблачения придется раскошелиться от 250 до 800 тысяч рублей за каждого такого работника. Только у двоих приезжих был патент на работу с физическими лицами, с юридическими ни у одного. Сумма штрафа в общей сложности оказалась 1 миллион 250 тысяч рублей, но вместо того, чтобы заплатить за отсутствие документов, предприниматель пошел дальше, подготовил и до последнего отстаивал другие бумаги. То есть были оформлены эти граждане на другую фирму, а у него они работали по суп подряду, то есть являлись не его гражданами. Так, солидный штраф вырос еще на 55 тысяч рублей. Ситуация с мигрантами в России вообще вопрос острый. Осуждаем ли мы тех, кто позволяет им открыто въезжать в нашу страну без документов, или жалеем самих приезжих, оказавшихся в трудовом рабстве, все это подтверждает главное. Нелегалы становятся непомерной ношей для государства.